Приветствую вас, друзья, на канале! Сегодня на обзоре интересные литиевые элементы на 125 ампер час. Написано, литий-ион батарея, 125 ампер час, 3,7 вольта. Но как-то не вяжется маркировочка 3,7 вольта и литий-ион. Обычно 3,7 вольта это литий-NMC элементы. Я думаю, что это как раз литий-NMC элементы. Внутри болтается, скорее всего, внутри пакет заключенный вот такой вот герметичный корпус. Такие вот мощные выводы у них. Также есть клапан для сброса давления. Их форм-фактор предусматривает то, что они будут стягиваться в сборке какими-то длинными шпильками. Про эти элементы я упоминал в одном из предыдущих видео с тестами литий-титанатных элементов. Кстати, кому интересно, можете также посмотреть на канале. Да и много очень других тестов литиевых элементов есть на канале. Кому интересно, можете полюбопытствовать. Упомянул я про них в одном из видео. И мне написало много людей с просьбой их протестировать на емкость, как они себя ведут. Мне и самому интересно, какую же емкость они отдадут. Неужели все 125 ампер час? Это было бы, конечно, очень классно. Из них можно собрать какой-то повербанк. Как раз у меня BMS-ки есть на 4S. Можно даже собрать аккумулятор для лодочного мотора. Это будет очень классный аккумулятор. Довольно-таки компактный и не такой тяжелый, как свинцовые аккумуляторы. Пишите в комментариях, что можно собрать из таких элементов. Что предпочтительнее? Аккумулятор для лодочного мотора или что-то другое? Не стоит ли снимать по этому видео? Я склоняюсь к тому, чтобы собрать из них аккумулятор для лодочного мотора. Сейчас эта тема очень актуальна. Довольно-таки много людей обращаются ко мне с просьбами собрать легкий и очень емкий аккумулятор для лодочного мотора. Поэтому я склоняюсь к этой версии. Но пишите в комментариях, вдруг у вас возникнут какие-то более интересные идеи. Под будущий проект заранее были куплены такие вот медные шины. Выводы здесь не алюминиевые. Здесь луженая медь, алюминий здесь снизу и к нему приклепаны вот такие вот выводы. В этом плане эти аккумуляторы очень хорошо сделаны. Можно применять медные соединительные шины вместо алюминиевых. Также обязательно нужно взвесить элементы. 2 килограмма 919 грамм, 2 килограмма 920 грамм, 2 килограмма 925 грамм, 2 килограмма 919 грамм. Исходя из их веса, можно легко посчитать энергоемкость этих элементов. 3,7 умножим на 125, получим 462. Поделим на 2 килограмма 919 грамм, получим 158 ватт-час на килограмм. Исходя из такой энергоемкости, в любом случае эти элементы, скорее всего, не новые, они уже были в использовании. У новых элементов энергоемкость обычно колеблется от 200 до 240 ватт-час на килограмм. Эти же, скорее всего, какое-то время уже отработали. Кто знает, где такие элементы могли использоваться, может кто видел видео или владеет еще какой-либо информацией. Интересный форм-фактор. Я думаю, что в каком-нибудь электротранспорте они использовались. Хотя всяко может быть, китайцы любят еще применять подобные аккумуляторы в накопителях энергии для своих гидроэлектростанций. Где-то я такое слышал. Я не видел, утверждать не буду. Я слышал, что у китайцев стоят на гидроэлектростанциях аккумуляторы в виде огромных накопителей энергии. Какое-то время они отрабатывают и они их распродают вот так вот на Алиэкспрессе, либо еще на других площадках по дешевке. Потому что новые такие элементы, да и любые другие будут стоить колоссальных денег. Не говоря уже о титанатных элементах, новые они стоят космических денег. Измерим внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов равняется практически нулю. Первый элемент 0,33 мОм, тоже 0,33 мОм, 0,34 мОм, 0,33 мОм. Это очень хорошо. У элементов примерно одинаковое внутреннее сопротивление. Значит, их сняли, естественно, скорее всего. С одних и тех же сборок они одинаковое количество циклов уже отработали. Я так думаю. Но если предполагать, что они БУ. Случайным образом выбрал один из элементов, подключил к нему провода через наконечники. И, конечно же, перед тем, как разряжать, нужно зарядить элемент. Заряжать буду в режиме литий-иона. Ток 40 А. Это максимум, что может эта зарядка. Погнали! Как только зарядится, будем сразу же разряжать. Элемент зарядился. Залилось в него 41 496 мАч. Теперь разрядим элемент тоже током 40 А. Максимум, что может зарядка. В начале, конечно, 40 А не будет. Но, как немножко напряжение понизится, ток возрастет до 40 А. Разряд аккумулятора закончен. Аккумулятор отдал 140 671 мАч. Это просто офигеть! Даже с учетом погрешности самой зарядки. Каждые 3 Ач, она врет на 200 мАч. В большую сторону. То это получается, при емкости 125 Ач, она должна показывать на 8 Ач больше. Это 133 Ач. А тут 140 Ач. Это даже больше, чем я ожидал. Очень классные аккумуляторы. Можно будет применить в каком-нибудь проекте. Как я уже говорил, я склоняюсь к лодочному мотору. Вы пишите в комментариях, какой проект можно сделать из этих аккумуляторов. Может быть, вам придет в голову какой-нибудь необычный и интересный проект. Поэтому пишите в комментариях. Форм-фактор у них классный. Выводы в виде шпилек можно очень быстро и качественно соединять их вместе. Обязательно какой-нибудь проект будет. На этом, думаю, видео завершить. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. Увидимся в следующих видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok